Впервые с начала 90-х сдвинут с мертвой точки вопрос строительства новых школ. Эта задача стала одной из ключевых для действующего руководства муниципалитетом. На днях начнется строительство нового корпуса в школе номер 6. Там разместятся младшие классы. Идет проектирование сразу двух образовательных учреждений. По улице Спортивной, а также в микрорайоне Горгипия. Там предусмотрено более полутора тысяч мест. Инвестор планирует построить школу к 2020 году. Идет строительство детских садов Орленок и Лазурный. А на днях детсад на 140 мест начали возводить в хуторе Воскресенский. Программа «Комфортная городская среда» в Анапе не осталась на бумаге. Практически завершено благоустройство одной общественной и шести дворовых территорий. Среди социальных проектов офис врача общей практики в хуторе Чикон, универсальный спорткомплекс на территории средней школы номер 21 в станице Анапской. Новый дворец бракосочетания. Также работаем над решением острого вопроса с задоромой ситуацией на дорогах урока. В настоящее время расширяем две дороги внутри города. А для трех сборок на въезде в Анапу со стороны Тинкутского района, благодаря поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, есть решение по строительству кольцевой развязки в районе Санкт-Петербурга «Россиянка» и дополнительные четвертые полосы на Северопольском шоссе. Эти работы будут выполнены до начала сезона 19-го года. В Краевом парламенте отметили повышение привлекательности Анапы для туристов, развитие как многопрофильного и всесезонного курорта, работу по благоустройству пляжей, а также привлечение инвестиций в современную инфраструктуру. Инициативу команды на Краевом уровне готовы поддержать развитием дорожной сети, строительством объездной дороги от Субсехского шоссе до улицы Мирной, а также фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Усатого Балка, помощь в совершенствовании спортивной инфраструктуры, проще говоря, выше вероятность поддержки заявок муниципалитета на участие в различных государственных программах. Александр Ребека, Анапа. Регион.